Какова ситуация на первичном рынке жилья в Татарстане? Традиционный индекс Оливье. Во сколько обойдется приготовление новогоднего салата в этом году? Сколько стоят искусственные и натуральные елки в Казани? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики. В студии Нина Горюнова. Здравствуйте. В Татарстане резко упал спрос на новостройки. По данным Росреестра, в ноябре количество сделок на первичном рынке снизилось на 32% по сравнению с октябрем. Если сравнивать с прошлогодними показателями, то падение произошло более чем в два раза. Подобный тренд наблюдается по всей стране. По мнению экспертов, это связано с повышенным спросом на жилье до 1 июля, адаптацией рынка к искру счета и выросшими в связи с этим ценами. По словам участников рынка, уходящий год выдался непростым и все же в целом прибыльным в плане спроса и продаж. Сейчас будет как раз таки вот ажиотаж участия сезонного спроса, потому что декабрь в любом случае все хотят завершить свои дела до нового года и, конечно, хотят реализовать свою мечту, переехав в новое жилье. По данным ЦАН, цены на новостройки в Казани в этом году выросли на 21%. Стоимость квадратного метра на первичном рынке сегодня составляет порядка 95 тысяч рублей. По этому показателю Казань вошла в тройку лидеров среди городов-миллионников, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. При этом вторичный рынок вырос не так сильно. Квадратный метр за этот год подорожал только на 5% до 80,5 тысяч рублей. В дальнейшем рост цен продолжится. По данным экспертов РБК, жилье в Татарстане в начале следующего года может подорожать на 5-7%. Следующий год будет стимулироваться за счет как раз-таки снижения потечных ставок, поэтому достаточно выгодно будет брать кредиты. Почему? Потому что государство своей страны уже много механизмов запустило, поделило, можно сказать, ставку наполовину. И поэтому сейчас уже материнский капитал применяется в качестве начального износа. Ставка в два раза, можно сказать, упала за счет госпрограммы как раз-таки. Поэтому достаточно хорошее и удачное время, когда можно приобретать жилье. Для приготовления тазика оливье в этом году понадобится 1020 рублей. Четыре порции салата на рядовую семью обойдутся в 340 рублей. Это более чем на 4,5% дороже, чем в прошлом году. По данным Росстата, такая разница связана с повышением цен на многие ингредиенты салата. Подешевели только морковь и картошка. Стоит отметить, что ранее власти заявляли о замедлении инфляции в стране до 3,5%. Получается, что оливье дорожает с обережением инфляции. Большинство казанцев будут ставить искусственные новогодние елки. Об этом заявили более 80% жителей столицы Татарстана. Это один из самых высоких показателей в стране. К сравнению в целом, по России он значительно ниже, составляет 58%. Таким образом, все меньше россиян планируют устанавливать в Новый год живые ели. И это несмотря на то, что искусственные елки стоят дороже натуральных. В среднем по стране покупка искусственной ели обойдется на 41% дороже, чем покупка живой. За год подорожали оба варианта новогоднего дерева. А если брать статистику по Казани, то цены на искусственные елки выросли всего на 1%. При этом стоимость натуральных елей взлетела аж на 30%. Сегодня искусственная елка в Казани в среднем стоит 1455 рублей. Это один из самых низких ценников среди крупных городов России. Стоимость натурального новогоднего дерева в столице Татарстана составляет 1400 рублей. Это в два раза дороже, чем в Омске, Екатеринбурге или Тольятти. Но дешевле, чем в Барнауле, Москве и Ростове-на-Дону. Это были новости экономики. До встречи.